Вот у нас сведения появились в дирекции природного парка, лошадки. Госинспектор природного парка Руслан Мельдер сегодня уже не представляет, как можно протопать пешком по тайге в день более 20 километров. Работы у стражей парка предостаточно зимой и летом. Туристы в этих местах круглый год. А четвероногие помощники в дальних походах как нельзя кстати. Лошади и без троп доставят на место и по болотам пройдут. Более того, пострадавших выведут на базу без труда. Ходили в рейды, мы ходили в урочище Козырсука. Смотрели, наблюдали, что там у нас всё тихо, спокойно. Они выносливые животные, мы вывозим также, которые бывают, что людей. Где-то там кто-то ногу подверхнул, идти сам не может. Сегодня у Жорика и Смелого адаптационный период. На походы до дальних кордонов по западному саяну жеребцы ещё не готовы. Деревенские лошадки пока только осваивают тайгу и курумники, каменные реки. В связи с тем, что очень такие трудные места горные, что проходить. То есть мы проводим на них рейды, также проводятся на них учёты. То есть в целом облегчает нашу службу. Этим летом несчастный случай в Ергаках, когда медведь напал на туристов, ещё раз доказал. Порой реагировать сотрудникам парка приходится незамедлительно. Отправилась сразу разведывательная группа, два человека и смена усиления. Уже совместно с учебным центром Министерства обороны были использованы лошади, эвакуированы пострадавшие. Оказана медицинская помощь. Территория заповедника более трёх тысяч гектаров. Здесь постоянно дежурят инспекторы. Приходится заходить и вглубь тайги. Со слов спасателей, конное патрулирование на таких огромных территориях, как палочка-выручалочка. Пока в распоряжении парка только два жеребца. А в планах привлечь к работе целый табун. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости.